Алло, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам о втором воззрении на тему битахона. Второй взгляд на тему битахона представляет великий мудрец и комментарий Торы Раши. Раши комментирует известный нам стих из Торы «Непорочный будь Всевышним Богом твоим». В соответствии с этим мнением битахон – это знание, что все события, которые происходят с человеком, все они от руки Всевышнего. Благословен он! Все, что происходит с тобой, принимай просто. То есть спокойствие, которое заходит в человеческое сердце благодаря этому битахону, приходит как следствие глубокого знания, что даже если, не дай Бог, придет плохое от Творца, тем не менее все к лучшему. И более того, в этом битахоне нет ожидания, что Творец делает все, что человек попросил, а даже наоборот. Откуда человек знает, что на самом деле для него лучше всего? Например, бездетный человек уповает на Творца всем сердцем, что придет день, когда Всевышний по своему великому милосердию даст ему долгожданное продолжение рода. Не обязательно, что у этого человека кто-то родится. Ведь откуда мы знаем, что его предназначение в этом мире заниматься воспитанием детей? Может быть, он уже идеально исполнил эту миссию в прошлом перевоплощении, и его душа спустилась в этот мир для того, чтобы исправить совершенно другой аспект. В этом виде битахона человек полностью принимает все, что дает ему Всевышний, хорошее и плохое, потому что он знает, что зла как такового не существует, и даже то, что видится ему сейчас как зло, на самом деле дается ему для его же величайшего блага. Источник этих двух взглядов на битахон находится в одной истории, которая приводится в Талмуде в двух разных местах, и, соответственно, в двух немного отличающихся друг от друга вариантах. В трактате с Анны Дрин рассказывается, что одна женщина ходила и собирала прах от следов ног Раби Ханины. Сказал он ей, если у тебя получается, иди делай. Написано, нет никого, кроме него. Раша объясняет, что одна колдунья хотела взять землю из-под ноги Раби Ханины, чтобы навредить ему с помощью колдовства. И на это сказал Раби Ханина, если у тебя получится твое действие, если ты сумеешь навредить мне своим колдовством, делай. Написано, нет никого, кроме него. То есть, если Всевышний захочет, ты не сможешь мне навредить. А если ты сможешь мне навредить, то это от Творца, это его воля, и я ее принимаю. В соответствии с этим вариантом истории Раби Ханина ответил толк той колдуне, что даже если удастся ее колдовство, результат только от Творца Благословенного. И он это принимает, как пишет Раша в комментарии на пасуг, непорочным будь. Все, что с тобой случится, пишет Раша, принимай простодушно. Битахон Раби Ханины выразился в том, что он знал, что даже если у нее получится ее колдовство, все приходит от Всевышнего Благословенного имя, и это для его же блага. Немного по-другому эта история переведена в трактате Хулиин, где говорится, что Раби Ханина ответил ведьме, «Бери землю из-под моих ног, у тебя ничего не получится». Написано, «Нет никого, кроме него». В соответствии с этой версией ответ Раби Ханины был, «У тебя ничего не выйдет, потому что нет никого, кроме него». «Я уповаю на Творца полным-полным упованием, поэтому тебе не удастся твое колдовство». Этот битахон соответствует первому взгляду, который я упоминал на тему битахона. Это безусловный битахон, что не случится ничего плохого, чего я боюсь. Субтитры создавал DimaTorzok